И снова рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня я хочу рассмотреть тему просветления, которая так или иначе проскальзывает в комментариях, и вообще это распространенная тема в информационном поле, особенно в эзотерических кругах. Но самое интересное, что спрятано за этой тематикой, навязываются, естественно, цели, навязываются идеологии, навязывается какая-то важность достижения. Но самое первое, что вы должны спросить себя – где я это буду искать? Что я там буду искать? Как я это буду искать? И посредством чего я это буду искать? Ведь смотрите, к моменту того, когда набирается критическая масса какого-то состояния в человеке, какого-то разочарования, какой-то усталости, каких-то переживаний, и когда появляется наконец-то зов и поиск, что хоть какое-то любопытство, человек к этому моменту очень обусловлен. Чем он обусловлен? Он находится внутри кокона своей личности, ничего не знает о сущности своей. Он абсолютно обусловлен сценарием образа себя и о себе. То есть все концепции, которые только могут быть, они находятся в сценарии подсознания. И эти концепции, хочу заметить, что они живые, они не просто книжки в библиотеке или в шкафу. Эти концепции питаются светимостью, то есть тем внутренним светом, той чистотой сознания и бытия, которым является абсолют, который есть вы изначально сами настоящие. Но к моменту обусловленности чистота абсолюта, чистота светимости становится крайне латентной. Абсолют или, скажем так, чистота дома никогда вас не покидает. Это вы покидаете дом, это вы покидаете чистоту абсолюта. И потому возвращение – это сугубо ваша ответственность. Никто не придет, никто не снизойдет, никого нет, потому что в данной реальности вы один на один с самим собой. Вы открываете глаза, реальность появляется. Вы закрываете глаза, реальность исчезает вместе с вами. Внутри вашего тела есть только вы. Вы никогда не будете в теле другого человека, и другой человек никогда не будет внутри вас. То есть вы все, что вы знаете, это вы, который вы есть у себя. Но здесь есть два момента. Когда есть обусловленность своей личностью, это вы своим какой-то образностью, да, вы не ведаете, вы не знаете. Самое главное – вы не ощущаете себя настоящего. А ведь должно быть прежде стартовая точка, стартовая координата, прежде чем вообще пускаться в какой-либо поиск, в какой-либо путь. Кто вы вне контекста обусловленности. Кто и что вы вне контекста образности, вне контекста линейности, дуальности и двойственности. Вот это чистое состояние присутствия, оно имеет место быть. Вы наверняка часто или не очень часто, или крайне редко, но ощущали, что внутри вас есть сила, которая гораздо больше, чем просто вы как личность, как Петя Иванов или Маша Петрова. И вот акцент должен быть именно на этом, на вашей этой внутренней силе, на вашем этом ощущении. Еще раз хочу заметить, обратите внимание, есть большая разница, например, я думаю и я знаю, я предполагаю, я ощущаю, я визуализирую, я в моделировании. Сравните, когда у вас будет время и желание, сравните ощущения от этих фраз и увидите, что местоположение в теле не одно и то же. И это имеет сакральный смысл и сакральное назначение. Мы об этом, конечно, будем говорить дальше, больше и больше. Теперь я хочу сказать, давайте я приведу такой пример. Вы взяли акваланг и нырнули на дно океана, на дно моря, не важно, то есть коралловый риф, хотите посмотреть каких-то рыбок редких и так далее. Вы плаваете очень долго и вот вы решаете, например, вернуться домой. Скажите, пожалуйста, вот если вы находитесь там, когда вы плавали, вот в этой точке, как вы определите, где ваш дом? Что вам нужно сделать, чтобы двинуться в сторону дома? Как вы считаете, как вы ощущаете? Естественно, вам нужно всплыть, вам нужно подняться, вам нужно вознестись. И когда вы поднимаетесь на поверхность и у вас появляется видение двух ипостасей, то есть суша, где находится дом, и вода, где находится ваше тело, например, на данный момент, у вас появляется четкое ощущение, куда надо двигаться. Но без того, что вы выплыли, то есть без того, что вы разотождествились, никакого пробуждения не будет, никакого продвижения не будет, никакого освобождения не будет, потому что вы по умолчанию находитесь внутри иллюзий, внутри ментала. И цель ментала всегда держать вас под контролем. То есть это территория просто сна. И еще я хочу заметить, очень часто человек очень хочет заручиться какой-то идеологии, то есть как бы узнать наперед, просчитать, знаете, как бизнес-планчик. Сейчас я посмотрю, так, ага, 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 сколько идет времени, так, вот такие вот такие усилия, так, вот такие-такие средства. Так, все, мне нравится, заверните, я пошел. Ничего не будет. Я это говорила много, раз во всех уже предыдущих роликах, ну и в постах в том числе. Смотрите, что касается большой системы. Большая система поддерживает самое себя. Давайте я вам задам такой вопрос. Если какая-нибудь деревенька, ну, к примеру, там, в любой стране, ну, сейчас возьмем Россию, на территории России скажет, допустим, мы отсоединяемся, да, и какой-нибудь дяденька в этой деревеньке скажет, я президент, я больше не подчиняюсь, все вот это мое государство, все, нас не трогать, мы сами решаем, какая валюта, какая жизнь, какие налоги и все так далее, какие ресурсы. Скажите, пожалуйста, большая система допустит вот такую ситуацию, вот такой формат. Уверена, вы знаете, что нет. Вот точно также любые попытки заручиться вегетарианством, праноедением, зожем, какими-то там мантрами, какими-то асанами. Я не говорю, что не использовать что-то, но вы должны точно уловить разницу с собой, использовать что-то по моменту, когда вы чувствуете сов к этому. Ни одно и то же, когда все вышеперечисленное использует вас. Поэтому все идеологи, все пытающиеся внедриться в какую-то идеологию, заполучить подушку безопасности в виде той или иной системы, чтобы выйти из-под юрисдикции, из-под контроля большей системы, обречены не просто на провал, а на колоссальные страдания. Никогда вам большую систему создания подсистемы не победить. Никогда вы не выйдете из-под этой юрисдикции. Во-первых, это линейность, во-первых, это ментал. И внутри ментала свободы нет. Свобода есть в разотождествлении. То есть, когда вы с чем-то соприкасаетесь – это одно. Когда вы внутри чего-то и оно по умолчанию вас крутит ролик, как мясорубка, как воронка, как черная дыра – это совсем другое. В одном случае у вас появляется право выбора в связи с тем, что вы с этим соприкасаетесь. В любом другом случае, когда вы внутри, это управляет вами, это играет вами, это танцует вас. Но права выбора у вас там нет. Итак, самое важное – это обнаружение ощущения, это слышание своего дыхания, это присутствие себя в том, где вы есть. Не в линейности, а в моменте. Момент – это чистота сути сознания Абсолюта. Это чистота настоящести. И когда вы в моменте и моментом искренне, честно, расхлопнуто, бдительно, тотально, вы начинаете расширять, активировать, кристаллизировать эту чистоту Абсолюта, Абсолюта себя бытийного. И запомните – это всегда одно, это не многие, это не какие-то другие, с которыми вы будете что-то кристаллизировать. Да, естественно, в матричной жизни, в данной реальности, вы взаимодействуете с кем-то. Вы видите кого-то похожего на вас, но запомните – похожесть на вас – это не есть знак равенства, что это вы. Поэтому все ключи, все ответы всегда только внутри себя и никогда не за пределами себя. Все, что вокруг вас – это отражение. Спрашивать у отражения, что вам делать, как вам жить, это смешно. Это как если Дюма бы спрашивал у Д'Артаньяна, как ему жить дальше. Абсурдно, бесперспективно, бессмысленно в этом направлении двигаться. Еще что я хочу заметить, что зов – это очень мощная сила тяги. Зов – намерение никогда не сравниться с любопытством, с желанием, с каким-то таким хотением. Я хочу пояснить, что я подразумеваю под зовом, под силой тяги и под намерением. Знаете, вот если те, у кого есть дети, они поймут. Если вашему ребенку угрожает опасность или здоровье вашего ребенка угрожает опасность, и вам нужно достать лекарство или вам нужно привести его к врачу или врача привести к нему, вы не будете мешкать, вы будете двигаться, вы будете моментально действовать, вы будете тотально в этом. Вот такая чистота, если будет у вас в плане намерения, обнаружение себя, обнаружение абсолютности, сути, настоящести, она не может не привести вас к встрече, не привести вас в дом бытия себя единого и всегда одного.